Порядок в Крыму во время подготовки к референдуму будут обеспечивать не только отряды самообороны, но и настоящие боевые львы. 60 диких кошек обитают неподалеку от Севастополя в сафари-парке Тайган. Его руководитель уже заверил, если понадобится, животные будут защищать полуостров наравне с людьми. О боевых львах в репортаже нашего бесстрашного корреспондента Регины Ореховой. Мы находимся в парке львов Тайган и, собственно, вместе с этими самыми львами. Рядом со мной человек, который готов из этих львов организовать отряды самообороны Крыма. Олег Алексеевич, как вы будете это делать и для чего? В каждой шутке есть доля шутки, есть доля правды. Правда в том, что 16 марта крымчане сделают свой выбор на референдуме. И правда в том, что у нас есть план «Б». У нас есть боевые львы, у нас есть БРДМы. И мы будем отстаивать выбор крымчан всеми доступными нам средствами и силами. Вот расскажите, кто рядом с нами сейчас, в какой боевой пятерке будет это чудо? На самом деле это очень молодой лев. Его зовут Малыш, ему два с половиной года. Это для него только первый будет боевой опыт. Но львы все очень боевые, послушные. Вот к нам подходит сейчас лорд, вожак, предваритель всех прайдов в парке Львов-Тайган. И ему агрессии в характере занимать не нужно. Честно говоря, мне немножко страшновато здесь находиться. Разрешите, я отойду. Мы же на родной земле и друзьям Крыма бояться нечего. А вот противникам нужно опасаться, уверен директор сафари-парка Олег Зубков. 60 львов и еще 20 тигров. Это 16 боевых пятерок. В подмогу и военная техника имеется, бронированная разведывательная машина. На ней Олег и планирует вести свое львиное войско в бой. Вот такие острые клыки и зубы у наших львов. Девушки тоже будут в боевых отрядах? Конечно, каждый лев или львица – это боевая единица наша. Поэтому, если родина потребует, то все пойдут на защиту границ и интересов крымчан. А зубы у нас большие. Вон какие. Вон какие зубы. Вот какие зубы. Они достаточно агрессивные, это видно. Они вовсе не ручные и находятся в прекрасной боевой форме. На этом льву 4 года. У него еще растет грива. Он будет еще больше. С ним считаются все львы сегодня. У него есть свой гарем самок. Сегодня, поскольку они вышли на такие тренировки, то идет борьба за самок, за территорию. Кто подтверждает, кто будет главным в этом сезоне 2014 года. Конечно, на верную смерть своих подопечных Олег Зубков не пошлет. Но припугнуть парней с Майдана в масках избитыми львиные отряды способны вполне. Все львы очень послушные у нас, как вы заметили. Если будет команда выйти за пределы парка и пополнить ряды самообороны, то мы это обязательно сделаем. Пока же Олег Зубков вместе с питомцами ждет референдума. Львы точно его поддержат. Вот такие вот патриотичные львы в Крыму. Регина Орехова, Александр Мельников, LifeNews.